Стражи дорожного порядка ежедневно борются с нарушителями, что подтверждают цифры статистики. Уровень аварийности снижается. Но за последнее время количество дорожно-транспортных происшеств резко возросло, причем все чаще в них гибнут люди, в том числе дети. С чем связан рост аварии смотрите в следующем материале выпуска. ДТП со смертельным исходом в нашем районе в последнее время участились. Самое страшное среди них есть несовершеннолетние и дети. Автомобили важная и полезная часть прогресса. Но в то же время и большая угроза. Одна ошибка на дороге может стоить жизни, как водителя, так и пешехода. Буквально несколько дней назад по улице Ковчуха в этом районе сбили женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Из-за одного необдуманного поступка она поплатилась жизнью. Пешеход переходил улицу Ковчуха в неустановленном месте, в результате чего был сбит автомобилем ВАЗ-2706. В центральной районной больнице женщина, к сожалению, умерла от полученных травм. В текущем году у нас произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, пешеходы, водители, либо погибли. Значит, пять ДТП у нас в районе произошло с участием детей. Во всех ДТП дети в той или иной степени пострадали. Июль – один из самых аварийных опасных месяцев в году. Увеличение транспортного потока неизбежно ведёт к росту количества ДТП и числа пострадавших. Ещё одна авария произошла относительно недавно. Около девяти часов утра на улице Ковчуха автомобиль сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения девочка получила тяжёлые травмы и была доставлена в реанимационное отделение Славинской ЦРБ. «На кого-то вину возлагать в ДТП нельзя. То есть пешеходы виновниками являются ДТП. И водители тоже не выполняют свои требования. Видя какое-то препятствие на дороге, начинают на встречную полосу выезжать, кого-то объезжать, допустим, велосипедисты, как это было с несовершеннолетним. Он видел, что ребёнок решил повернуть, он его решил объехать. В результате допустил столкновение с велосипедистом на встречной полосе движения. То есть водитель должен действовать таким образом, чтобы не создавать реальную угрозу безопасности дорожного движения. Должен двигаться по своей полосе, не меняя её. И при возникновении опасности остановиться вплоть до полной остановки транспортного средства, пункт 10.1, правил дорожного движения, так у нас согласен. Ну а пешеходы обязаны перед тем, как выйти на пешеходный переход, всё-таки посмотреть направо, налево и продолжить движение. Потом, подойдя к середине пешеходного перехода, тоже такие же действия произвести. Стражи дорожного порядка настоятельно просят пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах. В свою очередь водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Помните, ваша безответственность или невнимательность может стоить здоровья или даже жизни.